Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал, где мы говорим о всём, что связано с отдыхом, путешествиями и рыбалкой. Сегодня у нас очень интересная тема, на что лучше ловится плотва. Каждый рыболов знает, что плотва – это одна из самых популярных рыб для ловли, и каждый хочет знать, как увеличить свои шансы на успешный улов. Мы разберём приманки для ловли этой замечательной рыбы. Поэтому если вы новичок или опытный рыболов, садитесь поудобнее, это будет интересно. Опарыш – очень эффективная и прочная приманка, используется в водоёмах любого типа. Рыба хватает его решительно, поэтому нужно молниеносно подсекать. Можно использовать покрашенных опарышей и во время ловли выбрать самый эффективный цвет. Опарышей также можно ароматизировать. Пучок мотыля насаживают на проволочный тонкий крючок номер 10-16. При ловле на мотыля следует добавлять его в прикормку. Если плотва капризно клюёт, достаточно одного или двух мотылей на крючке. Тонкий красный и извивающийся червяк для плотвы выглядит очень аппетитно и провоцирует жадное заглатывание. Однако это должен быть очень маленький червяк, чтобы плотва смогла его быстро схватить. Червяка прокалывают в одном месте. Зерно должно быть потвёрже, чтобы оно держалось во время проводки. Перловка хорошо впитывает запахи и красители, следует это использовать и приготовить две-три вкусовые и цветные версии для рыбалки. На крючок насаживают одно или два зерна. Ручейник – это естественная пища плотвы, поэтому она хватает личинок без подозрений. Следует выбрать маленькие личинки и вытащить их из домика перед насаживанием на крючок. Следует использовать тонкий крючок, предназначенный для мотыля. Тесто – отличный материал для приманки. Тесто легко окрашивается и ароматизируется, кроме того, порцию на крючке можно легко увеличить или уменьшить. Оно должно быть свежим. Чтобы оно не твердело в холодной воде, следует добавить растительное или оливковое масло, которое дополнительно защитит его от быстрого высыхания. Тесто может иметь запах выпечки, ванили, червей. В него можно добавить и затем тщательно перемешать бокоплавов или ручейников с домиками. Бутерброд можно компоновать по-разному, чтобы привлечь рыбу или защитить один компонент от соскальзывания с крючка. Бутерброд будет эффективен, если один из его компонентов содержится в прикормке. Зерна кукурузы. Можно ловить на одно зерно, но обычно оно не закрывает крючок, поэтому насаживают два или даже три зерна, если в водоеме водится очень крупная платва. При ловле в струе течения следует использовать твердые зерна кукурузы, они не будут сваливаться с крючка. Если вам понравился этот ролик, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. А если у вас есть свои методы и секреты ловли платвы, обязательно поделитесь ими в комментариях. Всем удачной рыбалки и до скорой встречи на моем канале!